До запланованного ремонта проездной частки приступили в областном центре. Селедняя зима в уголе была литость водокоммунальщика и областного бюджета ответна, покинувши асфальтное покрытие в сдовольняющем стане. Ну а слабые участки дорог, чекая ремонт, их адресы вывучал Юрий Печер. 20 миллиардов рублей плануется освоить селеда на реконструкции и ремонте проездной частки в областном центре. Принято решение займаться не только ямошным ремонтом, а на дорогах, какие пришли в критический стан, провести суцельное асфальтование. Усего плануется заработать это на 17 километрах городских магистралей. Удвая меньшую сумму выделяемых сродков, чем на год минул, специалисты тумашат с довольно мягкой зимой, когда асфальтовое покрытие невелино пошкоджено за температурных перопадов. В первую очередь мы будем выполнять работу, где движение общественного транспорта, это в первую очередь троллейбусные, где линии находятся, дальше автобусные маршруты, ну и затем уже все остальные улицы города. Сегодня у нас работают установки матпатчер, которые позволяют быстро восстановить асфальтное покрытие после зимы. Основный на керунок деяности коммунальных служб в улице Пионерская, где будет не только проведено суцельное асфальтование, а и полная ее реконструкция. Замес четырех источных полос заявится шесть, по три у кожный бок. Заменить коммуникации, приведутся парадок тротуары. Другий вельми важный участок уезд у города сбоку Минска. Тут будут проведены работы с заменой коммуникаций и суцельным асфальтованием. Потребуя полной реконструкции в улице Молодогвардейская, где вельми напруженный трафик руху громадского транспорта. Нема тротуаров, а грунтовые воды литерально подпираются в проездную частку. А вот такие улицы, как коммерциальные, что в микрорайоне Задворцы, поколь будешь шакать своего часу, хотя прикласти силы и сродки тут есть. Это улица коммерческая, здесь есть разрушение тоже, значительное асфальтовое покрытие, но органы госавтоинспекции требуют, чтобы здесь производилась полная реконструкция улицы с оборудованием пешеходных связей, ну и всего остального. С шестнадцатого сокровика в области так само стартовал и месячник по добропорадкованию, где у наведения парадку будут задержаны многие службы. В рамках этого месячника нам предстоит навести порядок в городе, имеется в виду, где-то стихийные свалки образовались, полностью уборка улиц от посыпки улиц зимой, ямочный ремонт этих же улиц. Ну и много ряд других проблем, мы планируем привлечь и население, потому что сами коммунальные службы, я думаю, не смогут справиться. Юрий Петлур, Тегра Накопян, областные новины, Брест.